Здравствуйте всем! Сегодня мы поговорим о маленькой коллекции коней, которую я пытаюсь собирать, поскольку это не так легко. И на заднем плане, по нашей традиции, как всегда, работа, которую написал Андрей. Значит, это очень красивый, очень уютный парк. Как он называется? Голдерс Хилл Парк. Голдерс Хилл Парк, трудно выговаривать. Да, и мне нравится этот мотив очень. Я тоже писал такую вещь. Значит, у меня она написана маслом. Андрюша, я то сделал работу, как и выкраска. Это акрил на бумаге. Правильно. Это не моя любимая работа, тебе она сильно нравится. Мне очень. А мне так сяк. А мне нравится она уютная. У меня есть получше этого же парка. Уютная она, такая красивая. Ну, в следующий раз картину буду забирать я. Хорошо. Да. Ну, и поговорим о коллекции. Коллекция, конечно, такая хилая, маленькая. Ничего. Лиха беда начало. Но тут не все камеи, правда. Это значит, я решил добавить. Камеи очень мало, поэтому я решил добавить еще и медальон. Безрайбарак. Это не медаль, а медальоны такие. Ну, хорошо. Начнем. Пожалуй. Вот камея. Она очень красивая. Чем мне нравится камея такая, что она резана из раковин. Ну, ракушка. Вот сзади так она выглядит. И я камей, конечно, все люблю, но у меня именно с ракушинка камей. И очень какие-то вот неромантичные такие, очень специфические. Красота, конечно, вот этого материала. Это здесь его называют как-то, ну, какое, ну, здесь перламутр, это жемчужина, а это ма... А, ма... 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 Перламутр, да. Перламутр. Но тут не перламутр. Ну, почему? Перламутр, да, это раковина, так сзади. Ну, в основном, конечно, тематика идет такая, так, профиль обычной девушки. Женские головки. Да, женские головки. Вот это очень красиво. Очень красиво. Она маленькая, но так... Чуть-чуть не поворачивай ее в ту сторону сильно, наоборот, на себя. Так же. Да, а то свет, чтобы в лоб падает. Понятно. Что-то у них завораживающее есть. Что-то у них есть. Ну, у меня, конечно, это еще связано с воспоминаниями. У моей мамы была очень-очень красивая камень. Она досталась ей, вот ее мамы, значит, от моей бабушки. Это еще старая такая семейная реликвия была. Сейчас я ее уже не знаю, она не сохранилась. Потому что мама ее, наверное, продала, когда туговато было с деньгами. Вот. Но у меня в памяти она осталась очень такая особенная. И красивая, и особенная. Поэтому у меня к этому такая слабость камеи. Так осталась. Ну, тоже. Ну, конечно, есть камеи и не только профилы или там голубки женские. Вот, например, вот такая камея. Это уже фигура. Полностью, значит, ну, тоже женщина сидит. Ну, очень красивая вещь. Мне больше нравятся, конечно, такие камеи. Замысловатые по сюжету, чтобы интересно были. Старенькие, старенькие очень. Все это в основном 19 века. Такие камеи. И такая даже без оформления тоже. Но она очень красивая. Тоже изысканная и изящно сделана. Я решил ее тоже приобрести. Горгушечка, видимо, ракомена. Вот. Вот такая камея. Это когда я покупал у одной женщины на машинном рынке. И она говорила, пожила, что это камея сделана из лавы. Ну, вулканическая мама уже. Да. Вулканического происхождения. Ну, не знаю, насколько это. Я думаю, что это так оно и есть. Очень красиво. Кстати, они тоже довольно ценятся. Они редкие. Они из лавы. Ну, вот такая вещь. А это у меня медальон. Он расписанный на, значит, это фарфоровая молитва. Такая кругленькая форма. На ней, это итальянская вещь, 19-го югана. Значит, здесь изображен какой-то вот итальянец. Горожанин, наверное, в шляпе. Искусный сделан. Ну, и еще вот такая вот вещь. Это я покупал на дно. Тоже на блаженном рынке. Это уже у торговца, дилера. Вот, а значит, сначала они стоили где-то в размере 50-15 паунда. Сейчас уже, наверное, дороже. Что это? Это, значит, медаль. Это французская медаль. Какая-то выставка была. И она такая, как бы, награждение за, значит, призы какие-то. Я не уверен, что. Трудно понять. И год. Посмотрим, Душа, какой год. Эээ, 1882-й. Да, 1882-й. Вот так сзади. Вот здесь написано. Кому? Пушкин от Вяземского. Это посвящение кому-либо, что, имя, чего нету. Вот так. Это тоже какая-то выставка была. Лошади-коровка. Приятная выставка животных была. Окей, пожалуйста. Она очень красивое литье. Здесь есть и тот, кто его справа в подпись, тот, кто не выливал ее. И автор сам. Вот художник, который придумал. Это очень здорово сделано. Вот так сзади тоже. Какой здесь был? Ох, ты перевернул ее. Я бизечку. А, 1893-й. Да, вот такая. Это медальон. Потом есть вот такой медальон. Это бронзовая. Медаль, это уже, наверное, пониже рангом. Это, значит, какая-то выставка была в Брюсселе. Какого-то импорта. Капуста. Не знаю, что тогда связано с овощами. Ты почти что угадал. И, значит, здесь красивые фигуры. Тут вот сзади такой герб. Интересный. И вот, пожалуйста, на ней есть какой-то ромашка. 1897-й. Это кто-то из блокеров говорит, что это невозможно купить старые вещи. Где-то самое большее, это такие, которые лет 50, не старше. А вот можно, можно, только нужно искать. И вот это, очень интересно. Это, кстати, это бронзовая. И это бронзовая. Это две бронзовые, такие, два медали. Тут года нет, к сожалению. Но, так, по стилю, это изображение, значит, коронации Наполеона, Бонапарта. И, значит, тут слева. Ну, это другой Наполеон, наверное, не тот. 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 Тот, да. Ну, это юбилейка. Художник, художник. Вот сейчас, минуточку. Ага. Художник этот. Вот здесь слева, вот здесь, кто-то, левал. Художник. Прюдон. Это очень довольно известный художник французский, времен Наполеона. И, значит, его полное имя Пьер. Пьер Пьер Пауэль. Пьер Пауэль. Да, родился он в 1758, умер в 1823 году. Но это могло с его картины сделать после него. Нет. Ты думаешь, это того времени? Нет, это непосредственно того времени работа. Ну, ладно. Вот такое медальё. Сзади вот так, литьё. Литьё исключительное. Великолепное. Да. Сейчас даже не знаю, сейчас есть такие мастера, которые вот так делают. Ну, папа, от моей миниатюры, там ещё больше детализировка, но то современные технологии. Но тут я повижу, тут качество я замечаю. Высококо. Вот, например, как рука сделана, пальчики бедны. Ты представляешь? Ну, тут уже на фигурке, на твоей такого нет. Вот так. Вот такое произведение искусства. Это был первый наш ролик в этом году. И, надеюсь, ещё будут тоже, которые именно будут охарактеризовать больше коллекции. Такие коллекции собирать. Значит, очень много вопросов таких у людей возникает и среди подписчиков тоже, что что коллекционировать. Коллекционировать можно всё, что угодно. Вот, например, медальоны, или даже для того, что спички люди коллекционируют. Что угодно. Это уже у кого какой интерес. То, что можно, я буду, значит, освещать и показывать. На этом можно закончить наш коротенький обзор. Вот ещё раз картину покажем. И всего доброго. До новых встреч. Не забудьте подписываться на канал и ставьте лайки. Желаем всем здоровья в новом году. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова